Разрушенные дома, горы обломков, разбросанные по дорогам столбы электропередач и вырванные с корнями деревья во дворах. Жители города Коул в центре Оклахомы приходят в себя после ужаса. Через штат пронёсся разрушительный торнадо, убив как минимум троих. Скотт говорит, что они с женой не успели найти убежище, поэтому переждали бедствие на своей кухне. По его словам, обломки летали прямо над головами. «Мы увидели, что ветер усилился. Решили, что нужно попасть в штормовое укрытие. Но пока мы дошли до кухни, со спальни уже сорвало крышу. Мне пришлось схватить жену за руку и держать её, поскольку торнадо высасывал её. Я пытался держаться за жизнь». Одинна и её родственники сейчас спасают шесть своих коров. В хлеву обрушилась крыша. Но, к счастью, животные не пострадали. «Я сидела и смотрела новости. Тут мне позвонили друзья и сказали, что он прямо надо мной. Отключился свет, мы побежали в ванную. Из окна я видела, как деревья качались из стороны в сторону во всех направлениях». Спасатели уже завершили осмотр завалов и освободили всех, кто оказался под ними. Эксперты считают, что это был третий по силе торнадо по шкале Фудзиты. То есть скорость ветра в эпицентре достигала 265 километров в час. Впрочем, этот смерч бушевал не в одиночку. В целом, по данную Национальной метеорологической службы, сформировалось 18 торнадо. Они пронеслись по Оклахоме, Айове и Канзасу. Только в Оклахоме без электричества осталось почти 16 тысяч человек. Прогнозируют, что могут сформироваться новые смерчи, поскольку в регионе стоит грозовая погода. Несколько недель назад мощный торнадо пронёсся по юго-востоку Миссури, унеся жизни пяти человек. Также в прошлом месяце торнадо опустошил город Роллинг-Форк в штате Миссисипи, разрушив десятки домов и убив 26 человек. Колумбийцы, пережившие извержение вулкана Невада-Доле-Руис в 1985 году, надеются, что власти примут меры, чтобы избежать такой же трагедии снова. Тогда, 38 лет назад, погибло более 25 тысяч человек. Это было худшее стихийное бедствие за всю историю Колумбии. В марте этого года сейсмическая активность вулкана снова значительно возросла. «Мы видим, что нужна хорошая подготовка. Нам нужно работать, чтобы предотвратить стихийное бедствие. Нельзя снова допустить потерь, мародёрство, хаоса в усыновлении детей, лишившихся семей после извержения. 37 лет назад их раздавали, как на ярмарке. Все надеются, что ничего подобного не произойдёт снова. С развитием технологии при наличии исследований мы лучше подготовлены, и мы в курсе вулканических процессов». На этих кадрах город Армера. Вернее, то, что от него осталось после извержения в 1985 году. Тогда местный житель по имени Гиде потерял семерых своих родственников. «Это важное зеркало для правительства. Они могут лучше продумать, какие меры принять». Несмотря на опасность нового извержения, некоторые местные жители отказываются эвакуироваться. «Физически я готов, если извержение не будет слишком сильным. Но мы не знаем, что произойдёт. Если лавина будет сильнее, чем в 1985-м, то сотрёт с лица земли тех, кто живёт дальше в ущелье». В опасной зоне живёт около 57 тысяч человек. Она охватывает шесть провинций. Небольшая разминка, и команды выстраиваются на поле. После свистка начнётся матч. Всё как обычно, кроме одного. Этим японским футболистам уже за 80. Когда-то подобные виды спорта были под запретом для пожилых, поскольку есть риск получить травму. Но население Японии быстро стареет. Сейчас его треть – люди старше 65 лет. Так что взгляды на жизнь меняются. «В прошлом году мы решили создать лигу футболистов старше 80 лет. И игроков всё больше. Думаю, это связано со структурой японского общества. Люди стареют, но им по-прежнему нравятся подобные увлечения». Большинству игроков этого футбольного клуба в Токио – от 82 до 84 лет. Самому старому – 93. Он – вратарь. «Наверное, 30 лет прошло с тех пор, как я стоял на воротах. Я играл и на других позициях. И это было намного труднее, чем стоять на воротах». Муцухи Конамура – бывший профессиональный футболист. Пришёл в этот спорт 70 лет назад. Несмотря на возраст, чувствует себя ещё увереннее, чему сам удивляется. «В моём детстве мужчины 50-60 лет считались дедушками. Нам сейчас больше 80-ти, и мы играем в футбол. Вот это настоящий шок». Намура играет со школы, выступал за клуб Хитачи, а потом за национальную сборную. Теперь футбол для него – хорошая возможность поддерживать здоровье. «Однажды он получил травму на футбольном поле, и ему пришлось перенести серьёзную операцию. Но он выздоровел и стал таким же энергичным, как был, хотя ему уже за 80. Думаю, футбол для него – лучшее лекарство». Среди профессиональных японских футболистов тоже есть феномен. Это Кадзуйоси Миура. Ему 56 лет, и он играет за португальский клуб Оливии Ренце. Миура – старейший профессиональный футболист в мире. В Токио сейчас есть 18 команд с футболистами старше 60 лет. Предполагают, что через три года их будет 26. Последние два месяца активист-эколог из Индонезии Гарри живёт в крошечном доме площадью 12 квадратных метров. Его он построил из 35 тысяч пластиковых пакетов, добытых в загрязнённых реках Бали. По словам природозащитника, интерьер и мебель в доме, включая кровати, кухонные шкафы, также полностью сделаны из выброшенных пластиковых стаканчиков и соломинок. «Я решил, почему бы не переработать пластик, который мы собираем из рек, и действительно не показать, что мы можем с ним сделать. Этот проект на самом деле эксперимент, в ходе которого мы делаем из мусора удивительные вещи». 28-летний мужчина основал движение «Сангай-вотч». В рамках него активисты очищают реки и пляжи, а также убирают незаконные свалки в районе Бали и Явы, чтобы предотвратить попадание мусора в океан. Гарри надеется, что его дом станет прототипом строений для жертв стихийных бедствий. Говорит, что их также можно строить из выброшенного пластика. На Бали только в 2021 году выбросили более 915 тысяч тонн мусора. Большая часть отходов поступила от домашних хозяйств и предприятий. Один из элитных пляжных клубов Бали также стремится к безотходному производству, создавая из мусора собственную мебель и предметы декора. Это и стулья, и ожерелья, и коробки для салфеток, и подставки. «Это процесс, основанный на творчестве. Мы смотрим на какой-то мусор, а потом пытаемся подойти к нему творчески. Думаем, что с ним можно сделать, используя науку, дизайн и различные элементы». Знаменитые пляжи Бали в сезон дождей стали всё больше напоминать свалки пластикового мусора. Сильные ветры и дожди приносят его с соседнего острова Ява. С октября по декабрь 2022 года вымыло не менее 600 тонн мусора. Однако местные жители и туристы надеются, что на Бали проблему решают. «Инициатива балийцев, отелей и большинства местных жителей в плане сбора и переработки отходов впечатляет. Думаю, мы движемся в правильном направлении». Ещё одна инициатива в этом направлении исходит от властей. Так, они запретили продажу пластиковых пакетов в супермаркетах. Аэропорты в Дюссельдорфе, Гамбурге и Кёльне-Бонне почти полностью опустили. Немецкий профсоюз Verdi начал забастовку в связи с кризисом стоимости жизни. По данным Ассоциации аэропортов, акция затронула около 100 тысяч человек, поскольку в четверг и пятницу было отменено почти 700 рейсов. «Мы приехали на час раньше, чтобы зарегистрироваться. Надеемся, что контрольно-пропускные пункты укомплектованы. В противном случае мы вылетим завтра». Профсоюз заявил, что ведёт переговоры с Ассоциацией авиационной безопасности о повышении заработной платы на ночные смены, смены выходные и праздничные дни. Но пока прорыва не предвидится. «Работодатели много лет назад обещали нам, что что-то с этим сделают. Но ничего не происходит. Они тянут время и хотят выполнить наши требования только в следующем году. И понятно, что работники этого ждать не будут». Забастовка должна стать масштабнее. К ней также присоединятся сотрудники служб безопасности аэропорта Штутгарта. В воздушной гавани уже отменили все вылеты. Немецкий профсоюз ИВГ также призвал к общенациональной транспортной забастовке. Среди пострадавших компаний оказался национальный железнодорожный оператор Deutsche Bahn. В целом стачка затронет 50 компаний. В последние месяцы по Германии прокатилась целая серия забастовок из-за высокой инфляции. Работники требуют повышения зарплат, чтобы компенсировать рост стоимости жизни. Два редких белых тигрёнка впервые предстали перед публикой в Национальном зоологическом парке в Нью-Дели. По этому случаю здесь даже устроили торжественную церемонию. Ею руководит министр окружающей среды Индии. Тигряты родились полгода назад, но их долго не выпускали в открытый вольер. Вместе с мамой тигрицы они были в карантинном помещении. Теперь малыши знакомятся с новым для них миром. «После выполнения всех формальностей их выпустили. Им также дали клички. Маленького тигра зовут Виом, а тигрицу Аваньи». Белый тигр не считается под видом. Это обычный бенгальский тигр с врождённой мутацией, что не надо путать с альбинизмом. Глаза у них голубые и есть полосы. В дикой природе белых тигров нет. В зоопарках мира содержится примерно 130 таких хищных кошек. Сто из них живут в Индии. Поляк Пётр Дудек претендует на корону старейшего виндсёрфера в мире. На днях ему исполнится 89 лет. И он до сих пор наслаждается битвой с ветром и волнами. Пётр плавает на парусной доске уже 40 лет. В начале 80-х снаряжение у польских виндсёрферов было самым примитивным. Тяжёлую доску спускали на воду вдвоём. «Самая большая проблема – научиться плыть и управлять стихией, поскольку нужно устоять перед ветром и волнами и удержаться на шаткой доске. Но когда достигаешь гармонии и встаёшь на доску, становится по-настоящему весело». Когда виндсёрферу исполнилось 80, друзья стали звать его джуниора. Так это прозвище за ним и закрепилось. Для пожилого спортсмена виндсёрфинг – не просто удовольствие. «Самое большое преимущество в виндсёрфинге в том, что работают все мышцы. Это физическая активность. Нужна не только техника, но и много силы». Пётр никогда не задумывался о том, что может оказаться самым старым виндсёрфером в мире. Только удивлялся, что не слышит о таких же, как он, пожилых спортсменах. Друг предложил ему заглянуть в книгу Гиннеса. Выяснили, что сейчас рекорд принадлежит 86-летнему виндсёрферу. Пожилой поляк решил побить рекорд и этой весной уже дважды вышел на парусной доске в море. Это официально задокументировали и отправили заявку представителям книги Гиннеса. Теперь ждут ответа. Между тем, виндсёрфер намерен плавать и дальше. Правда, штормов будет избегать. У Петра есть ещё одно увлечение. Он обучает виндсёрфингу детей. Сбор личной информации, организация агрессивных митингов и заказ клеветнических статей в СМИ. Именно этим занимались два агента китайской компартии, которых недавно арестовали в Нью-Йорке. Прокуроры говорят, что они организовали своего рода китайский полицейский участок, через который преследовали диссидентов. Особый упор делали на приверженцев Фалуньдафа, которые в коммунистическом Китае сегодня подвергаются масштабным репрессиям. Представители информационного центра Фалуньдафа в США поблагодарили ФБР и Министерство юстиции за меры по защите китайских общин. Глава центра Леви Броуди говорит, что агенты Пекина ведут в стране широкомасштабную слежку за китайцами последние 20 лет. «Угроза убийства, физические нападения, проникновение в дома, запугивание в сети, вмешательство в личную жизнь, угроза родственникам, оставшимся в Китае. Мы сталкиваемся с целым спектром проблем со стороны агентов китайской компартии. Очень вдохновляет, что Миньюст принял меры». Двоих американцев китайского происхождения арестовали 17 апреля. Это 61-летний Лу Цзяньван и 59-летний Чен Зиньпин. Их незарегистрированный полицейский участок действовал от имени Городского бюро общественной безопасности города Фуджоу. Предполагается, что его открыли в 2022 году для осуществления политики репрессий в отношении приверженцев Фалуньдафа и других групп. «Например, здесь, в Нью-Йорке, несколько лет назад были организованы огромные группы людей, чтобы нападать, словесно оскорблять и запугивать практикующих фалуньгун прямо на улицах города в течение многих дней». По словам Леви Броуди, в США действует целая армия подобных агентов, и двое арестованных – лишь верхушка айсберга. Он отмечает, что самый эффективный способ противодействия – ещё больше арестов и предъявленных обвинений. «Агенты КПК, преступники, действующие от её имени, преследуют не только фалуньгун, но самые разные группы, которые, как они считают, разоблачают ложь КПК, разоблачают нарушения прав человека. И это происходит везде – в бизнесе, в университетах, в СМИ, везде. Думаю, очень важно понимать, насколько это масштабная проблема». Фалуньдафа – другое название фалуньгун – это система самосовершенствования, которая включает медитативные упражнения цигун и духовное развитие. В Китае до 1999 года она была крайне популярна и насчитывала около 100 миллионов приверженцев. Это было больше, чем членов правящей в стране коммунистической партии, и власти начали кампанию подавления. Репрессии продолжаются по сей день. Они включают лишение свободы за духовные убеждения, пытки в тюрьмах и, согласно ряду правозащитных отчётов, даже насильственное извлечение органов у приверженцев фалуньгун для продажи с целью наживы.